Как должен выглядеть современный университет? У каждого свои критерии и мысли по этому поводу. Для кого-то важно, чтобы было много зелени и уют, для кого-то удобная навигация и красивый дизайн, для кого-то оборудованы лекционные залы и лаборатории по последнему слову техники. Сегодня мы вам покажем, как выглядит кампус современного университета в Англии University of Leicester или на русском университета Leicester. И как мы выяснили, во время нашего визита на кампусе Лестерского университета есть всего по чуть-чуть из вышеперечисленного списка. И каждый найдет здесь что-то для себя. Поэтому не будем затягивать и давайте знакомиться с нашими сегодняшними экскурсоводами. Дорогие друзья, добро пожаловать в University of Leicester. Я сегодня хочу вас познакомить с Уиллом. Уилл, дайте пять. Интернациональный колледж. Эштон, коллега Уилла, давайте пять. И Клаудия, вы на втором курсе? На первом. На первом, но вы прошли через программу Foundation. Да. Хорошо, замечательно. И ребята согласились показать мне кампус сегодня. Вы говорите по-русски? К сожалению, нет. Кто-то из вас? Нет. Нет? Вообще полный ноль? Нет. Нет. Это уже хорошо. Как сказать привет? Я не знаю. Привет. Привет. Отличное произношение. Хорошо. Уилл, повторите за мной. Ладно. Добро пожаловать в наш университет. Очень хорошо. Угадайте, что вы сказали. Я сказала, что это отличный университет. Вы сказали добро пожаловать в университет. Но хорошее предположение. Итак, это главный кампус университета, да? Верно. Идем? Идем. И это вход, да? Это вход, которым пользуется большинство студентов, да. А университет Лестер является очень рейтинговым университетом Великобритании, не так ли? Верно. В университет Лестер попадает в топ-200 университетов мира. Он считается исследовательским университетом. Да, это один из ведущих исследовательских университетов, расположенных в Великобритании. И в зависимости от того, на какой рейтинг опираться, мы 30-е или 27-е по ведущим исследованиям и научным открытиям, сделанным в университете. Я читал про исследования генетических отпечатков или типа того. Да, правильно. Генетическая доксилоскопия – это наше открытие. Верно. Открытое нашими учеными-биологами в университете. И это технологии, которые повсеместно используются сегодня уже на практике. В университете Лестера был изобретен DNA Fingerprinting. Поэтому такие направления, как биохимия, биохимия, биологические науки, очень сильны в университете. Да, очень сильны. Вы найдете эти департаменты в топ-10 британских рейтингов. Лестерский университет все в Англии знают как ведущий исследовательский британский вуз. А престижную премию среди высших учебных заведений Times High Education университет получал аж 7 раз подряд. Несмотря на то, что Уилл упомянул только биологические науки, также в университете еще много топовых направлений с отличной подготовкой специалистов. Среди них есть как гуманитарные и естественные науки, так и инженерные и физико-математические специальности. Ну и, конечно, бизнес и менеджмент. Знаете, мне так нравятся эти комнаты. Для чего их используют? Да, кампус классный. Нет, я имею в виду эти, как вы их называете? Я просто родом из Казахстана, и мы их называем юрты. Понятно. Это просто место, где студенты проводят время. Можно мы поближе подойдем? Да, потому что я такого никогда не видел. И классная идея сделать их полностью прозрачными для любой погоды. Все погодные, что хорошо для Англии, не так ли? Очень хорошо, особенно в такой день, как сегодня. Ну, пожалуйста, ребята, стеклянные юрты. Поставьте обязательно лайк этому видео, казахи. Кто видел, кто не видел стеклянные юрты, напишите в комментариях. Хорошо. А это что? Что она символизирует? Это еще одно здание. А, я имею в виду статуя. Да, это произведение искусства. Если честно, я без понятия. Не знаете, да? Ну, ничего страшного. Думаю, это как символ университета. Там у нас тоже есть пару статуй. Выглядит как символ инженерии. Мне тоже так кажется, да. Там какие-то значки, и там инженерный департамент сразу за вами. Вы имеете в виду это высокое здание? Да, и с башней тоже. А с этим дымоходом? Что это за здание? Мне кажется, что это тоже принадлежит инженерам. Тоже инженерия. Я точно не скажу, но по-моему, да. На нашем канале вышел отдельный выпуск о департаменте инженерии, в котором студент-инженер Бабо из Пакистана рассказал нам все о своем департаменте. А также провел тур по лабораториям и показал все оснащение, сложные станки и приборы, которыми располагает факультет инженерных наук при Юниверситете Лестера. Плохо пожалел я после этой экскурсии, что в свое время, когда сам учился в Англии, выбрал другую специальность. Очень захватывающе. А также предлагаю вам посмотреть и другие выпуски, в которых мы гуляем по общежитиям и студенческому союзу. А также где я беру интервью у представителей международного учебного центра, который помогает иностранным студентам поступить в университет Лестера. А пока продолжаем нашу экскурсию по кампусу. А на какой вы специальности? На психологии. Психология? Замечательно. Да, психологию можно использовать в разных областях. Конечно. То есть не обязательно быть психиатром или психологом после окончания университета, не так ли? Да. Можно пойти в бизнес или в политику, международные отношения. Я бы хотела пойти в спорт. Даже так, да? Спортивная психология. Да, спортивная психология. Спорт – вся моя жизнь. Поэтому мне это подходит. А каким спортом вы занимаетесь? Муай-тай, кикбоксинг. Уже 8 лет. Ничего себе. Это очень важно для тех, кто занимается боевыми искусствами, иметь правильный настрой, не так ли? Да, очень хорошо. И это очень помогает. А здесь есть белки? Да, много, такие милые. И также лисы. А это для чего? Это мы используем, когда у нас проходят туры по кампусу. Приезжают студенты. Нужно такой тур заранее забронировать. И они приходят сюда, чтобы дать знать, что они приехали. Мы здесь их регистрируем и создаем группы. И потом они идут на экскурсию по кампусу. Понятно. То есть это для экскурсии по кампусу. А мне повезло. И у нас индивидуальный тур по кампусу с Клавдей. И, кстати, все учебные заведения, которые мы в Мариаде предлагаем нашим подопечным, мы проверили и посетили сами. А также лично знакомы с их представителями. Мы помогли уже сотням детей, молодых людей найти свое призвание и учебное заведение, которое бы на все 200% подходило им. И мы очень ценим их и ваше доверие. С радостью поможем вам с выборами и с поступлением, а также со всеми трудностями, ожидающими вас на пути к получению заветного иностранного диплома. Все наши консультации абсолютно бесплатны. А получить их можно, оставив заявку по ссылке в описании или написав нам удобным для вас способом. Обратно на кампус. Я здесь никогда не была, потому что я не учусь на юриспруденции. Но это одно из наших самых старых зданий. Оно оригинальное со времен самого первого кампуса. Вы видите, что остальные были построены позже. А это здание стоит тут века. Можно сказать, по классической архитектуре. Очень красивое. Хочу сфотографироваться на этой скамье. Не знаю, кто эти люди. Но почему бы и нет? Наверное, это первые выпускники университета. Да, похоже на то. Понятно. Это в честь празднования 100 лет. 100 лет? Понятно. То есть, с 1921 года. Да. Университет был открыт. И это первые выпускники. Первые выпускники лета 1922 года. 1922. Понятно. Здорово. Юбилей. И там на стендах информация, посвященная празднованию юбилея. Там все достижения университета за 100 лет. Различные истории о зданиях или об исследованиях. Например, об этих отпечатках. Там много информации об университетском кампусе. Хорошо. А здесь студенты могут пообщаться. И я бы сказала, что обычно, когда у нас экскурсия по университету или день открытых дверей и много людей, то все сначала собираются здесь. А потом расходятся. Но только если солнечно, когда везет с погодой. Все приходят сюда, и также мы ставим столы, за которыми можно присесть. Можно что-то попить, пообщаться. Наверное, это на день открытых дверей. Да, да, совершенно верно. Очень хорошо, понятно. И даже кусты роз. Это ведь розы? Думаю, да. Да, но сейчас не цветут. Да, но уже скоро. Весна близко. Точно. Не могу дождаться хорошей погоды. Уже март, да. Я читал, что в университете Лестер у вас более 200 различных сообществ и клубов. Невероятно. Это отлично. Есть все, что пожелаешь, на любой вкус. Футбол, регби, волейбол. Но также есть исторические сообщества, психологические. В каждом департаменте есть свое сообщество. И это здорово. Классно. То есть не только одна учеба. Нет, конечно, нет. Мы стараемся также внедрить и веселье. И также проходят встречи студентов каждую неделю, для того, чтобы все заводили друзей и встречали новых людей. То есть у вас настоящий студенческий опыт, да? Да. А тебе нравится твой? Очень нравится. И я даже планирую создать свое сообщество в следующем году. Надо же. А какое? По муай-тай, кикбоксингу. Осталось получить разрешение. А какой у вас пояс? Я никогда не сдавала на пояс, поэтому у меня его нет. Я просто училась драться. А умеете высокий удар? Да, умею. Покажете? Ой. Давайте. Поддержите? Спасибо. А задний? Надо же. А теперь задний. Вау. Осторожно. Здорово. Спасибо. Быть членом какого-либо клуба или сообщества – это, как англичане говорят, a must. Если вы хотите на 100% ощутить на себе студенческую жизнь в Англии. Да еще и весело, а главное с пользой провести время. Когда я получал свое высшее образование в Англии, тоже был членом нескольких сообществ. Если интересно узнать каких, то с радостью расскажу уже при личном знакомстве. Куда идем дальше? А это что за интересное здание? Это инженерный блок, это инженерия, и за ним колледж, который уже не является частью университета. Наш университет предоставляет помещение другим учебным заведениям, поэтому там учатся студенты колледжа. Понятно. И также наш глобальный учебный центр переезжает на кампус с сентября. Да, поэтому студенты, которые приезжают на программу международного Foundation, как, например, Клаудия. А вы были на International Year One или Foundation? На Foundation. Но International Year One у вас тоже есть. Да, есть. И все это называется глобальный учебный центр. И он переезжает на кампус с сентября 2022 года. Поэтому иностранные студенты на программе Foundation будут чувствовать себя как обычные студенты, как только мы будем на кампусе. Ребята, обязательно после просмотра этого видео пройдите по ссылке в описании на наше интервью. Наше интервью с Уиллом. Мы поговорим о программах International Year One и Foundation. И о международном центре. Хорошо? Было бы неплохо отметить, что это главный кампус, но также есть и другие здания. Есть департамент медицины, отсюда в пяти минутах. И также есть другие здания по городу. Понятно. Но большинство занятий проходят здесь. 99% и в медицинском здании, через дорогу. Но если у вас какая-то особенная встреча с особенным преподавателем, то она может пройти и в городе, в их собственном департаменте. И это тоже хорошо. Это так. Как вы заметили, с погодой в этот визит мне не очень повезло. Ну а вообще, главное – это правильный настрой. И как утверждает поговорка, в Великобритании плохой погоды не бывают. Бывают плохо одетые люди. Слаудия сказала мне, что в Лестер всегда солнечно. И что это просто мне не повезло. Правда, да? Это только сегодня, я обещаю. Да? Вчера было солнечно? Вчера было очень солнечно. И завтра будет солнце. И завтра тоже. Я ехал сюда два часа из Лондона. И начался дождь. Как же мне не повезло. Но к британской погоде я уже привык. И кампус находится рядом с парком Виктории. Да. А он большой? Да, достаточно большой. Размером с целый кампус. Но не такой большой, как лондонский парк Виктории. Нет. А там есть какие-либо животные? Белочки. У нас очень много белок. И если вечером идешь на вечеринку, а возвращаешься рано утром, то можно и лис увидеть. И даже лис. Лестер знаменит своими лисами. Лестерские лисы. Этого я не знал. Понятно. Ну а нагулявшись по кампусу, предлагаю немного погреться в современной университетской библиотеке. Добро пожаловать в библиотеку университета Лестер. И сейчас мы проверим память Уилла. Как сказать по-русски «добро пожаловать»? Я забыл. Добро пожаловать в нашу библиотеку. Библиотеку. Лайбари. Гораздо легче сказать «велком», не так ли? Так и есть. Окей, итак, мы с библиотеки университета Лестер. А это для чего? Это автоматы для студентов, когда нужно заказать или сдать книгу. Подходишь сюда, и в книгах есть маленькие магнитики. Кладешь сюда книгу, и автомат автоматически определяет, что это за книга. Потом сканируешь свой студенческий, и она автоматически записывается на твой счет. А затем приходит отчет о том, какие книги ты взял, сколько она может быть у тебя, и когда нужно вернуть. Очень удобно, не так ли? А сдавать вон там. Там малое отверстие. То есть ты считываешь и опускаешь в отверстие. Да, понятно, здорово, хорошо. Идем наверх? Наверх? Ладно. University of Lest – один из самых крупных университетов в Великобритании, который предлагает дистанционное обучение. После Open University. Посмотрите на это. Классная планировка, не так ли? Да, поэтому мы идем наверх. Вид будет лучше. Идем наверх. Это для ориентации по библиотеке. У каждого департамента свой цвет. То есть, если мне нужна какая-то особенная книга, я точно знаю, куда идти. Вон там геология и история, если я не ошибаюсь. И также есть зоны только для работников и студентов аспирантуры. За теми дверями. Зона только для аспирантуры и магистратуры. И работников. Там тихие пространства для работы. Потому что, несмотря на то, что библиотека большая, иногда здесь бывает людно. Поэтому хорошо, что у них есть свое пространство. Очень здорово, понятно. И также здесь много компьютеров. Поэтому не обязательно носить свои. Как видите, даже наверху. То есть, и в современных библиотеках еще остались книги. Конечно, мы все еще их используем. Я думаю, что это обязательно, использовать бумажные ресурсы для работ. Настоящие книги. Да, или не обязательно. В университете есть онлайн-библиотека. Поэтому все книги, которые есть здесь, их физические копии, также есть и в цифровом варианте онлайн. Студентам не обязательно приходить сюда и пользоваться именно книгами. Можно, если хочешь. У нас, например, один, два или три экземпляра какой-то книги. И около 300 студентов в моем департаменте. Не может быть у каждого бумажный вариант. Поэтому удобно иметь такую возможность. Вот такой современный университет University of Leicester. Мне все очень понравилось. А что больше всего запомнилось вам? Если вы это слышите, то значит вы досмотрели это видео о Лестерском университете до конца. Well done. Значит, надеемся, что вам было интересно. Поэтому не жалейте лайки и также будем рады вашей подписке на наш канал. А мы не прощаемся. До встречи в новых выпусках. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. Study Tube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. Travel Tube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Продолжение следует...